Всем привет! Это программа «Человек и кино» и сегодня у меня в гостях актриса Асель Калиева. Привет, Асель. Добрый день. Банальный вопрос. Какие новости у вас в профессиональной карьере? Что-то новое? Ну, крайний проект, ты о нём знаешь, это веб-сериал «Мастан», в котором я сыграла одну из главных ролей. В данный момент своей жизни, личной и творческой, я не так часто принимаю приглашения в съёмках, потому что у меня семья, маленькие дети, и это всё в приоритете. Если есть очень интересный проект с хорошим сценарием, где я могу прочитать и понять, что да, это стоит того, чтобы оставить ненадолго семью и уделить время творчеству, я соглашаюсь. То есть сейчас, слава Богу, у меня есть возможность расставлять приоритеты. Поэтому вот так. Ну, как раз по темам материнства, наверное, вокруг неё мы будем сегодня устраивать наш разговор, потому что, с одной стороны, я помню, мы познакомились лет 10-11 назад на ещё тогда... Это и ты, и я очень юный, зелёный, только начинающий в кино, да, то есть я был, по-моему, сериал «Жаном» до «Хабара», да, познакомились. Кстати говоря, вот как ты думаешь, в принципе, об этой индустрии, этих мыльных опер, про... ну, для домохозяек в том числе, да, то есть на наших каналах их плавают очень много, и с Жаном, и там всякие «Зауре», и «Айжан», и так далее. Вот тебе как этот формат вообще, насколько он сейчас актуален для зрителей, учитывая, что вот твои последние проекты, насколько сейчас актуален формат мыльных опер для домохозяек? Я не называю это мыльной оперой. Я считаю, что такой жанр должен существовать, потому что на него есть спрос, это интересно определённым людям, тем же самым домохозяйкам, как ты выразился, может быть, и там, мужчинам. Почему нет? Почему нет? Если есть спрос, то, я думаю, должно быть предложение. Да, на самом деле их сейчас очень много. Главное, чтобы при этом не страдало качество. Ну вот тебе как творческая единица, человек, который в этом жанре себя попробовал, в нём даже дебютировал когда-то, да, и сейчас тебе это интересно? Участую, в чём-то похожем на сериалы, типа Жаном. Ну, в чём-то похожем на то, что я уже, в чём я уже снималась, конечно, бы не хотелось повторять, хотелось бы что-то новое. Но если ты спрашиваешь меня о том, буду ли я сниматься в сериалах для телеканалов подобного жанра, я не могу тебе точно ответить. Это зависит от многих факторов. Во-первых, будет ли у меня на это время, возможность, и будет ли мне интересен сценарий. То есть я не говорю, что нет, фу, это плохо, как бы сейчас я уже из этого выросла. Конечно, нет. Это тоже жанр, который имеет место быть, и это не кино большое, это не веб-сериал, но это определённый жанр, который очень-очень многим людям нравится. Ну, это как раз вот здесь мы переходим к теме материнства. Так сложилось, что вот последнее, что я посмотрел за последние два года, это вот вся история о материнстве. То есть если мы начнём с картины «Жаннам, ты не поверишь», небольшая, но очень яркая роль. Вот, собственно, я прям очень был в восторге от того, как ты сыграла. Вот этот образ беременной, очень нервной и психованной супруги. Расскажи как-то вот, насколько важен здесь личный опыт материнства и беременности, чтобы сыграть что-то подобное, при этом не уйти прям в клоунаду совсем, но при этом чтобы это было смешно, узнаваемо и понятно зрителю. Ну, я думаю, что, чтобы это было на самом деле не переиграно и смешно узнаваемо, как ты говоришь, опыт, наверное, всё-таки важен. Кроме того, моя история начиналась с того, скажем так, с Ернара, с режиссёра, потому что он был соучастником сценария, он писал, и он, конечно, все семейные вот эти реалии и картинки перед глазами в течение, там, пяти лет мы уже в браке находимся, он это видел, и он знает, как может быть внутри семьи, как отношения могут выстраиваться с годами. Поэтому мне было легче, потому что я его понимала, я понимала, о чём написана моя роль. И я знала, как он её хочет увидеть. А Ернара, он терпеть не может, когда переигрывают. Лучше не доиграть, чем переиграть. Поэтому, когда он ставил задачу, я прекрасно понимала, как нужно выдать эмоцию в той или иной ситуации. Поэтому, вроде бы, по мне вопросов у него не было. И, может быть, поэтому получилось так, ну, как ты говоришь, вполне естественно. Потому что были среди наших друзей режиссёров ребята, которые говорили, ну, прям так в семье не бывает, чтобы женщина разговаривала так с мужем. И Ернар говорит, ты знаешь, ты просто ещё не женат. Я не знаю, что эта фраза означала, но я так, конечно, с Ернаром не разговаривала. Но я знаю, что так бывает. Ну, кстати, насколько вообще, в принципе, там, вот, взято из вашей семейной жизни, вот, в характере, в твоём характере, в твоём взаимоотношениях твоего персонажа с персонажем Даниара Лошинова, много ли было взято из реальной жизни? Из конкретно нашей семейной жизни немного, но есть. Не буду говорить, какие моменты, но есть. Кроме того, практически во всех фильмах Ернара Нургалиева, во всех его сериалах и даже каких-то клипах, да, небольших произведений, есть отголоски и есть какие-то такие намёки на нашу семейную жизнь. Это вижу только я и Ернар, потому что я знаю, о чём идёт речь. Но каждый раз он как будто бы мне передаёт привет через экран, потому что я смотрю, думаю, вот, надо же, стыбзил. А вот было у нас, да, в том году такая ситуация. Если абстрагироваться от того, что ты сама снималась, снимал твой супруг, твоя реакция на, когда ты увидела первый, такой уже законченный монтаж фильма «Жанам, ты не поверишь», что ты почувствовала? У «Жанам, ты не поверишь» было две монтажных версии. Первая мне не понравилась, вот. А Ернар перемонтировал абсолютно по-другому и никому больше второй монтаж не показывал. Мы всё увидели его на больших экранах. Я была просто в шоке, потому что, во-первых, фильм сократился, и остались самые-самые сочные моменты, и эти моменты всегда самым неожиданным образом вдруг перекручивался сюжет, и неожиданно что-то происходило. Поэтому мне очень понравилось. И никто не видел. То есть он делал фокус-группу после первого монтажа. Очень много людей увидели, каждый высказал своё мнение. И потом Ернар просто закрылся, смонтировал и показал нам уже, когда всё было готово. Мне очень понравилось. Я много об этой картине писал и говорил, да. До сих пор мы в интервью, там, давно с Жандосом Айбасовым мы сидели и беседовали. Но по мне такая-то картина прорывная, которая наконец-то сказала нашим режиссёрам, что надо перестать бояться выходить из этих вот рамок, в которые сами мы себя на самом деле погрузили, да, большинство из нас, и режиссёров, и актёров, и сценаристов. Вот, как думаешь, насколько вообще перспективен это направление такого, как Ернар и его товарищи обозначили, «Кара», «Комедия», то есть сколько мы сейчас, ну, зритель сегодняшний готов. Понятно, что мы готовы, да, то есть люди, которые работают в кино. А зритель готов к такому кино сейчас? Я думаю, да, потому что если смотреть на тенденции мировые, те же самые веб-сериалы западные, там, Netflix и так далее, и так далее, там же очень большим спросом пользуется именно похожий жанр, когда происходит страшное, ужасное, комедийное, непредсказуемое, и всё это в одном кадре, и в течение, там, 50 минут может произойти всё, что угодно. Людям не хватает такого адреналина. Насколько конкретно наш зритель, я не могу отвечать за всех, потому что у нас есть люди, поклонники творчества, скажем так, Ернара, которые ждут, которые хотят. А есть люди, которые смотрят достаточно такой проверенный, как ты говорил за кадром, комфортный жанр. То есть если это комедия, то вот просто комедия, если это мелодрама, то просто мелодрама, и не нужно нам тут что-то придумывать. Но всегда же хочется чего-то нового. И есть прослойка людей, которые хотят чего-то нового, почему бы не делать для них? А со временем, мне кажется, потянут всё остальные. У нас же нет задачи покрыть весь Казахстан, чтобы все нас полюбили, все нас зауважали и так далее. У нас задача не в этом. Задача заключается в том, чтобы сделать это профессионально, чтобы это сделать необычно, чтобы это было с художественной стороны чётко, красиво, и, соответственно, потом оно уже будет востребовано. Ну, я думаю, что нужно продолжать снимать в том же направлении. И не нужно слушать людей, которые говорят, ты не так сделал, ты не то сделал, давай вот это, давай то. Иначе получится вообще непонятно что. Тогда я перейду к последнему на сегодняшний день проекту. Да, это проект «Мыстан». Опять же, достаточно своеобразный и для меня неоднозначный эксперимент от компании «Арт-дилерс». И вот здесь как раз по женских образах, да, и у тебя образ, наверное, наиболее, вот в всей этой истории трагичный, да, то есть это мать, которую разлучили с ребёнком, которую к тому же изуродовали, да, и вот когда готовился в сценарий? У тебя был выбор вот между этими тремя персонажами? Или образ писался точно вот под тебя вот этот? Нет, образ не писался под меня. Более того, как бы в планах не было, чтобы я снималась в этом проекте. Ернар объявил меня об этом вот уже прямо вот, когда шёл кастинг вовсю, когда он уже рассматривал разных актрис. Он просто пришёл домой, как обычно он это делает, и сказал, а, кстати, ты же будешь тоже играть в «Мастане». А до этого он полгода мне рассказывал про этот сценарий, какие он там придумывал фишки и так далее, и так далее. Более того, мы совместно там обдумывали, он спрашивал у меня, как я считаю, да, там, кого можно вот из актрис пригласить вот на эту роль, или на этот персонаж. И мы как бы варианты совместно обдумывали. И в один прекрасный день он просто пришёл и сказал, что, ну вот, ты тоже будешь играть, но не сказал, на какой персонаж. Когда я прочитала весь сценарий, я про себя подумала, только не перезад. И я не хочу играть этот персонаж. И прямо вот у меня чуйка, я же Юрнара хорошо знаю, то, что ты не хочешь, именно туда он тебя и направит, чтобы тебе было тяжело, плохо, и чтобы ты пробила стену и сделала это. И когда я говорю, ну, может быть, я буду вот играть беременную девушку, вот я просто смотрю, у неё полегче, всё как-то так на позитиве. Он говорит, нет, ты знаешь, кроме перезад, больше ничего тебе не подходит. Я поначалу отказалась, говорю, я не хочу, потому что это тяжело. Я читала, мне было тяжело, и я читала это сквозь слёзы, потому что, ну, это неприятно, это просто физически неприятно. А тем более быть в этом образе, как бы в этом состоянии, чтобы с тобой это происходило, пусть даже на площадке, я говорю, я не хочу. Ну, тем более я вот как бы только родила, да, у меня там свои эмоции вот эти гормональные и так далее. Я не хочу вот это всё. Он говорит, убедил меня тем, что он говорит мне, Асель, возможно, это твоя первая, может быть, даже единственная роль, в которой ты можешь показать всё, на что ты способна. Может быть, тебе никогда не предложат уже именно такого персонажа. У тебя это просто уникальная возможность, которую ты сейчас получаешь. Ты лучше ею воспользуйся. Пусть увидят другие режиссёры, увидят твои коллеги, да, что может быть и такая героиня, да, в твоём исполнении. И тогда я призадумывалась, что вот в творческом плане, в профессиональном, возможно, это будет какой-то небольшой, такой малюсенький, но рост, наверное, для меня, если я смогу сделать так, как видит это Ернар. И поэтому я согласилась. Но внутренне у меня было всё равно сопротивление. Я читала, и мне это было прям неприятно. Ну, я бы сказал, что рост не маленький, это действительно очень большая, я вижу по экрану, да, что-то кропотливое, тяжелое работаю, особенно на фоне того, что казахстанские актёры, да, то есть, в принципе, большинство даже, я не говорю сейчас даже о женщинах, а о мужчинах, не каждый готов себя видеть некрасивым на экране, да, а тут себя прям, ну, прям изуродовали этот шрам на губе, через обе губы, да. С твоим персонажем связано наибольшее количество вот прям сцен тяжелых таких. В физическом, эмоциональном плане что было самым сложным, какая сцена? Больше было тяжело в эмоциональном плане, нежели в физическом, потому что у нас у всех, у главной героини, были каскадёры, которые выполняли основные действия именно физического плана. В эмоциональном было тяжело практически всё, что было связано с моей героиней, начиная там от самой там начала её истории, потому что, во-первых, мы снимали первые самые сцены в психбольнице, да, вот в реальной палате. Это всё вот эти белые плитки, там вокруг, чуть ли не на потолке. И первая моя сцена, вообще все съёмки начались именно с моей героини. Это я лежу в привязанной кровати, руки, ноги, да, зашнурованы, я не могу пошевелиться. Я вот так лежала, не знаю, наверное, часа два, пока вот это вот мы всё снимали. Это была моя первая сцена в смирительной рубашке, в холоде. И причём мокрая. И с этого момента я поняла, что дальше мне легче не будет. Потом мы переехали в тюрьму заброшенную, там было ещё хуже. И я на второй же день заболела от того, что постоянно было холодно. И вот в этом состоянии, да, в несколько болезненном физические и эмоциональные сцены снимались. И я прям, мне не хотелось ни с кем на площадке общаться, потому что я вот прям бесил. И приходила, и уходила. Опустошённость какая-то была. И может быть, поэтому мне легче давались какие-то сложные сцены, потому что я как будто бы в этом состоянии находилась постоянно. Мы снимали там, сколько дней, я не помню, там, две недели, и постоянно я находилась вот в этом опустошённом состоянии. С чем это было связано, я до сих пор не могу понять. Может быть, я вот то, что я недомогание лёгкое было физическое, может, из-за холода и так далее. Хотя за свою карьеру, в каких только обстоятельствах мы не снимались, и всегда, в принципе, всё было хорошо. Полегчало мне только, когда мы уехали на съёмки на Копчега, и мы вышли просто на природу, погода устаканилась, и я поняла, что мне стало легче. Это последние два-три дня. Физически единственный раз было, когда на самом деле актёр Даниэр Кужахан случайно меня так сильно толкнул, что я затылком ударилась об угол шкафа. И тогда я, мне кажется, что я поняла в первую жизнь, что звёздочки над головой – это никакой не фольклор, потому что это было больно. Это был, по-моему, единственный день, когда не было каскадёра, девушки, которая мне помогала. И вот такая ситуация произошла. Но эмоционально, ну, ты же видел сериал, те серии, которые уже были, они же на самом деле сложные, тяжёлые, а когда ты в них находишься, это сложнее ещё во много раз. Тем более меня окружали мужчины-актеры, очень профессиональные. И это и Даниэр, и Ельжас, Даниэр, который играл моего супруга, ну, просто крутейший актёр. С ним, когда я в кадре находилась, на самом деле, вот исходила такая энергетика тяжёлая, которая, даже не прикасаясь ко мне, он как-то меня давил эмоционально. Поэтому, может быть, и… Кстати, хочу добавить, что практически все сцены мои снимались с одного дубля. Поначалу я это как-то не просекла, а потом уже на середине съёмочного процесса я подошла к Ернару и говорю, а почему мы все мои сцены снимаем с одного дубля? У меня же очень сложные сцены эмоциональные. Он говорит, если я не говорю, делаем дубль, значит, всё было хорошо. Не все серии ещё вышли в эфир, я думаю, как раз, когда выйдет программа, они уже будут все. Как думаешь, что вынесет для себя зритель из этого сериала? Потому что, ну, это достаточно реально свежий для нашего зрителя продукт. Ну, задача была показать, да, что эта проблема есть, что за закрытыми дверями может происходить самый ужасный ужас, показать, чтобы люди просто это увидели. У нас же нет задачи, да, там, кого-то перевоспитать, там, или кого-то сделать лучше или хуже, да. Некоторые люди пишут, там, для чего вы там снимаете, там, такие ужасные сцены показываете, давайте, снимайте комедии. Человек смотрит, он в первую очередь, ну, я не знаю, вот ты говоришь про феминизм, да, что Ерна, что Жандос, продюсеры, да, что Тимур, они утверждают, что да, на самом деле нет феминистического посыла, сериал о бытовом насилии. Но для того, чтобы говорить, да, это сериал про феминизм, нужно же разобраться, что это такое на самом деле. Это некая идеология, направленная на то, чтобы расширить права женщин в политике, там, в социальной жизни, в том числе и в личной жизни, если по Википедии читать, да, про бытовое насилие там тоже есть, это часть феминизма. Но феминизма в хорошем понимании этого слова, не испорченного, там, сейчас, вот, да, с социальными, антисоциальными предрассудками. Что должен увидеть человек? Каждый увидит сам для себя то, что ему нужно. Кто-то видит боту, которая играет всегда на легком, на позитиве, в комедийном таком направлении. Кто-то увидит перезад, мою героиню, да, увидит что-то из детства, увидит что-то там, что-то ёкнет в сердце, да, кто-то, кто сейчас находится в такой ситуации, посмотрит и поймёт, я не одна, да, что я могу что-то попытаться сделать, предпринять. Может быть, не получится так, как у этой героини, но я могу попробовать. Вот. Сериал не призывает к тому, чтобы испытывать насилие мужчин, да, отвечайте им тем же. Он показывает, что, да, происходит с женщинами такое, но женщины должны бороться, как могут. Кто-то может просто ответить тем же, ударить кулаком, кто-то может, там, я не знаю, криком-ором, кто-то может сделать, да, в ответ что-то плохое. Это не значит, что ты должен повторять, да, но ты должен бороться как можешь. Наши героини, они же не представлены, да, там, супергероями какими-то, Рэмбо, они даже дерутся, да, ну, как получается. Потому что это обычные женщины, обычные девушки. Поэтому нет задачи перевоспитать зрителя, если ты об этом. Есть задача показать, что есть такая проблема. Мы с ней живем. Как ты на это смотришь, это уже твое личное дело. Не хочешь на это смотреть, ты можешь не включать этот сериал. Хочешь смотреть комедии, ну, ты знаешь, у нас их вот столько, ты можешь их посмотреть. Хочешь посмотреть, как художественно режиссер показал эту проблему в нашей стране? Посмотри. Спасибо большое, Асель. Очень содержательный, мне кажется, у нас получился разговор. Спасибо. Спасибо тебе. Это была программа Человека кино. Смотрите нас на телеканале Елиерна. Всем всего хорошего. Пишина на площадке. Сверху. Попробуем. Работаем.